Добрый вечер, спасибо, что пришли. Всегда приятно, что кому-то интересен. В прошлый раз больше было отведено времени на вопросы, сегодня я сделаю перекос в другую сторону, потому что материала много, и на вопросы постараюсь оставить поменьше времени. Тема «Земля Баала» и тема такая, которая требует несколько слов предварительного вступления. Когда мы рассматриваем такие персонажи, достаточно одиозные, с определенным шлейфом идеологического негатива, то надо смотреть так, что если мы хотим разобраться в истории, реального истории, в том, что было на самом деле, то самая лучшая позиция подходить не, как у нас это все обычно делается, не с каких-то своих предпочтений, религиозных, национальных, или любя какую-то нацию, или наоборот, против нее выступая, а становиться на позиции, вот в физике есть такое понятие, позиции стороннего наблюдателя, то есть отказываться от своих собственных эмоций. Собственно, я вас к этому призываю набраться терпения и послушать то, что я сегодня скажу, «Потому что многим, я думаю, не очень сильно понравятся некоторые выводы, которые чисто по логике оттуда выходят, и некоторые факты, которые, к сожалению, мало у нас знают». Ну и еще одна маленькая ремарка перед началом, значит, вообще, скажем, когда мы говорим о Баале, о Яхве, обычно традиционно все это воспринимается как нечто выдуманное, нечто там сверхъестественное и так далее, но если мы ведем речь о том, что древние боги, некие древние боги, это были представители высоко развитой цивилизации, то, соответственно, они были реальными персонажами. А если мы находим действительно материализованные следы присутствия их на нашей планете, то и рассматривать все эти события надо именно с точки зрения того, что пусть в искаженном виде, но это информация о неких событиях, которые имели место быть. И, значит, я обычно, ну, скажем так, один из источников информации по персонажу сегодняшней лекции, это, ну, прежде всего, Ветхий Завет, где он больше всего упоминается. Я сам не очень люблю этот источник и привык его сравнивать по искажению информации со сталинским курсом ВКПБ. Вроде бы история какая-то описывается, но она описывается в таком виде, что надо еще очень постараться выудить правду оттуда, да? Но как в застойные времена ходила такая поговорочка, что правду можно узнать и в газете «Правда», даже в ее передовице. Надо только уметь читать между строк. Так вот, на мой взгляд, Ветхий Завет тоже нужно во многих местах читать именно между строк. Ну, теперь, собственно, к делу. Меня в свое время заинтересовал такой момент из Ветхого Завета, который относится ко времени, когда они уже 40 лет там побродили по разным странам, не по пустыне. То, что, если вы посмотрите оригинальный текст, пустыни они были всего два года, после этого ушли на оплодородные земли Иордании. И очень неплохо там покуролесили. Ну, поскольку они в первый раз через эти два года забоялись войти, Бог им сказал, что вы там еще поскитаетесь время, никто из вас не войдет там, кроме одного лишь исключения. И даже Моисею было запрещено войти в землю обетованную. Ну, и вот подошло время, когда уже, собственно, Моисей был при смерти фактически. И, собственно, с его смертью должен был начаться как раз этот поход по завоеванию земель Ханара. Моисей, да, увидел землю только издали с горы Него, но прежде чем он на нее поднялся, он обратился к евреям с напутственной речью. Эта напутственная речь в Ветхом Завете занимает очень немалое место по объему. Значит, фактически он говорит, ну, обычно говорят, что вот он напустовал и говорил, что вот теперь вы должны зайти, завоевать эту землю, ввести вас будет Иисус на вин и так далее, и так далее. Но, когда начинаешь смотреть детали, значит, собственно говоря, что должны были делать евреи, зайдя в эту землю обетованную. Это не просто напустим Моисея, он говорит от лица Бога, что это ему сказал Бог довести до евреев. Итак, я просто зачитаю. Когда введет тебя Господь, Бог твой, в землю, которую ты идешь, чтобы овладеть ею и изгонит от лица твоего многочисленные народы и поразишь их, тогда предай их заклятию, не вступай с ними в союз и не щади их, и не вступай с ними в родство. Но поступите с ними так, жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, и рощи их вырубите, и истуканов богов их сожгите огнем. Другой отрывочек к тому же имеет отношение. Кумиры богов их сожгите огнем, не пожелайте взять себе серебра или золота, которое на них, дабы это не было для тебя сетью, ибо это мерзостью для Господа Бога твоего. И не вноси мерзости в дом твой, дабы не поддастся заклятию, как она, отвращайся его и внушайся сего, ибо это заклятое. То есть, даже золото и серебро они не должны были брать, что, в общем, странно, да, кажется. Вот, а теперь более конкретно. Когда подойдешь к городу, чтобы завоевать его, предложи ему мир. Если он согласится на мир с тобой и отворить тебе ворота, то весь народ, который найдется в нем, будет платить тебе дани служить тебе. Если же он не согласится на мир с тобой и будет вести с тобой войну, то осади его, и когда Господь Бог твой предаст его в руки твои, порази в нем весь мужской пол острием меча, только жены детей и скот и все, что в городе, всю добычу его возьми себе и пользуйся добычей врагов твоих, которых предал тебе Господь Бог твой. Так поступай со всеми городами, которые от тебя весьма далеко, которые не из числа городов, народов сих, а в городах сих народов, которые заселяли землю обетованную, которых Господь Бог дает тебе во владение, не оставляя в живых ни одной души, но предай их заклятие, Хитеев и Амареев и Хаонеев и Бхересеев и Евеев и Еусеев и Гергесеев, как повелел тебе Господь Бог твой, дабы они не научили вас делать такие же мерзости, какие они делали для богов своих, и дабы вы не грешили перед Господом Богом вашим. Господом Богом вашим, прошу прощения. Значит, ситуация какая? Фактически речь идет о том, что вот на этой территории нужно вырезать всех. Геноцид. Наши слова это геноцид. Как бы с нашей точки зрения, с нашей морали не очень здорово, не очень хорошо. Но здесь нужно учитывать, что, конечно, с их морали было более-менее приемлемо. Но есть интересные две детали. Значит, на одной территории нужно вырезать всех, на другой территории допускается обычное правило ведения войны в то время. Если тебе сдались без боя, просто берешь в плен и владеешь всем этим. Если кто-то воевал, мужское население вырезается, всех остальных берут в полон. И все нормально. И золото и серебро забираются совершенно спокойно. Значит, получается так, что некая территория объявлена. Территория настолько греховная за что-то, что там нужно вырезать всех подряд. Вопрос за что? Все, что есть, ну, в смысле, за что называется мерзостью. Ну, вот если покопаться в Ветхом Завете, посмотреть, а что именно называется мерзостью? Оказывается, не так много. Вот все, что упоминается, это буквально всего две вещи. Я к ним немножко вернусь потом. Но вот, собственно, евреи, как бы ориентируясь на этот призыв, действительно, там археологи спорят, насколько Ветхий Завет там соответствует описанию Ветхом Завете тому, что там происходило на земле обетованной. Кто-то говорит, что это вообще все правда. Кто-то говорит, что частичная только правда. Но как бы то ни было, где-то как раз там 1200-1300 лет назад, ориентировочно, когда Моисей умер, по разным данным, разное время, вот где-то вот есть там целый период, когда масса городов сожжены, разорены, то есть следы пожарищей, разрушений. Значит, ну, что-то имело место быть. Как бы мы отвлечемся от того, насколько Ветхий Завет достоверен в этом вопросе. Значит, ну, а дальше мы знаем, что на самом деле, в конце концов, земля Ханана была захвачена. И хотя потом евреи неоднократно, то, что называется, отходили от Бога и в том числе и вспоминали Вала и так далее. Но, в конце концов, с религией Вала было покончено, фактически. И тотально это все закончилось именно при христианстве, когда христианство продолжило, собственно, религия та же самая, на той же самой основе на Ветхом Завете. Потом приложили руку мусульмане. И, собственно говоря, с введением от христианства, вот Баал начал отождествляться вообще его зло, мерзости и так далее. Начали отождествляться фактически с дьяволом. Вот эта современная, как бы, реконструкция так себе представляет в наше время, ну, почти в наше время, да, вот этого Бога, который вообще жуть из себя, типа того, что, ну, был по сущности, да. Ну, давайте разберемся, что за мерзости. Как я сказал, их обнаруживаются всего две. Первая, мерзость, в кавычках, значит, чем сопровождался культ Баала. Значит, да, скажу сразу, это не могло быть просто многобожиим. Вот часто говорят, что мерзость, потому что поклонялись многим богам. Нет. Тогда, извините, почему только на этой земле давится многобожие, а на всех окрестных землях можно оставлять людей в живых. А крестные земли тоже многобожие было. Нигде монотеизма не было в округе. Значит, это не было мерзостью, не было принципиального момента. Значит, остается вот две вещи. Первая, это в культе Баала аргиастические обряды, вплоть до храмовой проституции, причем не только женщин, но и мужчин. Вот это особенно там по Ветхому Завету с пренебрежением воспринимается. И вторая, мерзость, это жертвоприношение, особенно жертвоприношение не детьми. Там человеческие жертвоприношения, плюс то, что детей приносят. И любой, по-моему, помнит, что вот Молоху приносили в жертву детей. Там есть красочное описание, как в Клаве раскаленные руки бронзового чудовища. И там дети с криками погибали и так далее, и так далее. Значит, на самом деле Молох как такового сейчас больше всего историки склоняются, что вообще не было такого бога. Молох – это просто название самой процедуры жертвоприношения. И что там, что и Баалов не так много было, как считается. И был действительно всего один, просто под разными именами, немножко в разных городах. Но вот эта вся разноголосица и вот эта вот, собственно, как бы, вот этот весь образ, он чувствуется, что там сильное идеологическое давление. Ну, попробуем разобраться в причинах, как бы, этой, то, что называется мерзости. Да, значит, да, немножко, немножко, опять чуть-чуть отойду в сторону. Значит, мы на самом деле, почему все эти искажения, такая мерзостная фигура, что называется у Баала. Мы это воспринимаем после фактически трех тысячелетий уничтожения какой-либо информации об этом боге. На самом деле, ближайшие источники, которые вот ко времени его там господства в данном регионе имеются, это источники уже греческого периода, древнегреческого периода. И они застали, на самом деле, осколки религии Баала в то, что уже называлось даже не Ханааном, а это уже даже были остатки последующих государств на этой территории. Государственных образований, в частности, Финикии. И вот как финикийские традиции это излагали греки. Были только письменные источники. Значит, более-менее реальные находки начались только в 20 веке, когда был найден Угарит. Вот статуэтки бога Баала из Угарита. Как видите, ничего монстроподобного нет. Обычное изображение обычных богов. Вот куча аналогов имеется по всяким верованиям и так далее. В Угарите был найден еще и, собственно говоря, большая библиотека жреческая, как считается, жреца Баала, где содержалось то, что называется мифология. Я предпочитаю слова легенды и предания. По сути, что такое любая религия? Религия и культ чего-то. Это две равные составляющие одного и того же. Как у нас сейчас церковь представляет некую надстройку над философией христианства и православия, точно так же и в Ханаване был культ, это как бы надстройка, а под ним стояла философская основа, то, что называется мифологией и теми самыми легендами и преданиями. То есть, как раз вот эта философская основа и была найдена в этих текстах. Много чего открылось. Так вот, значит, теперь все-таки вот к этим мерзостям. Значит, давайте посмотрим. Мерзость первая. Аргиастические обряды и сексуальная распущенность. Вообще, на самом деле, что евреи, что христиане, они, в общем-то, там произглашена идеология пуританства достаточно сильного. Все, что касается секса, все греховное, все почему-то там странно, непонятно, как вообще тогда люди происходят, и зачем Бог создавал у людей способность к сексу вообще, в принципе. Но здесь какая ситуация возникает? Почему, собственно говоря, может возникнуть такая подобная нетерпимость? Если мы перейдем с Богов на людей, то у психологов есть такая вещь. Вопрос, который больше всего человек заботит, о котором он говорит с ненавистью, это его личная проблема психологически. В данном случае, если человек говорит с большим отвращением о сексе, значит, у него есть обычные проблемы с сексом, он имел какую-то душевную травму и так далее. Вот. Значит, сейчас я все-таки перескочу немножко. Так вот, в городе Эбла, вот это снимки царского дворца, был найден еще один архив. Город Эбла, это середина третьего тысячелетия до нашей эры. В этом архиве упоминаются многие библейские города, в том числе упомянут даже Иерусалим. Он упомянут там как раз задолго еще до того, как, собственно, там Давид завоевал. Там упоминается тысяча городов, то есть регион был очень населенный. И там, в том числе, среди имен богов, которые прочитали, собственно, археологи, там есть бог по имени Я, который считается, что это именно Яхва. И он там оказывается богом, женатым на Астарте. Есть разные варианты, разные версии. Где-то Астарта, где-то Анита называется, им не используется. Но Астарта, вообще-то, по ханаанской традиции, считается богом, в смысле, женой бога, спутницей бога Баала. Значит, мы получаем любовный треугольник, упоминания о котором в Ветхом Завете нет, но он есть зато в других источниках. Значит, ну тогда просится просто версия, что на самом деле за всем этим, за все это то, что называется мерзостью, стоит какое-то положение отвергнутого любовника. Причем на это наводит еще мысль, наводит то, что на самом деле те же самые евреи боролись за чистоту брака в одну сторону. Женщина не могла иметь много мужчин, а вот мужчина мог запросто иметь гарем. У Соломона гарем это притчевый языцах, там называется до тысячи жен наложниц и так далее. Вообще был падок на лучшую половину человечества, что называемое, красивую половину человечества. Вот, так что здесь что-то вот не сходится. И опять же, ну если мы возьмем эти аргиастические обряды и сексуальную там свободу, то тоже практически во всех странах это, ну если мы возьмем Индию, там вообще секс один из способов достижения Бога, там в направлении тантризма. И ничего, опять же, в другие города, на других территориях истреблять не надо было. Здесь именно данная вещь. Какой-то мерзость не может быть географически избирательной. Если мы вводим такое понятие, моральное, нравственное, как хотите, да, то оно должно быть всеобъемлющее. А почему на одной территории за сексуальную распущенность не резать, а на соседней нет? Не укладывается в рамки. Хорошо, берем другую. То, что называется жертвоприношение. Жертвоприношение, на самом деле, в Ханаане, когда вот прочитали все эти угорецкие тексты, начали более-менее восстанавливаться картинка, жертвоприношения были, как у всех, самые разнообразные. То есть, были возлияния, например, напитками какими-то, водой чистой, вином, соком и так далее, молоком, когда из специальных сосудов выливали на землю во время обрядов напитки. Были приношения растениями, были жертвоприношения животными. С нашей точки зрения, да, жертвоприношения животными уже что-то такое не очень хорошее, когда льется кровь, когда все это дело потом сжигается еще на костре. Нам, скажем так, людям выросшим в окружении христианской культуры, и, там, доживших до 20-21 века, это кажется не очень гуманным, да, но тогда же это была общепринятая практика. Нормально резали животных, мусульмане продолжают это делать. А мусульмане делают для кого? Для того же, собственно, Яхве. Основа-то та же самая, одна. А если мы посмотрим Ветхий Завет, то те заповеди, 10 заповедей, которые все знаменитые, они, на самом деле, сопровождаются очень длинным отрывком инструкции, которые Бог давал через Моисея евреям, что они должны делать. Там идет четкий распорядок, где, по какому поводу, в какие дни, кого резать. Когда Соломон построил храм, первый храм в Иерусалиме, значит, там описываются параметры, описываются, какие были жертвы и в каком количестве. И тогда же были обязаны все евреи приносить и совершать жертвоприношение именно в храме. Сначала только по большим праздникам, а потом и вообще по всем праздникам. Только там совершать жертвоприношение. И почему евреи сейчас не совершают жертвоприношение? Потому что храм разрушен. При восстановлении храма они должны возобновить жертвоприношение. Пока эти жертвоприношения проводят только самаритяне, которые живут отдельно. Они имеют свой храм. Поэтому они там, пусть он даже разрушен, полуразрушен, но они эту процедуру оставили. Так вот, мне понравился отрывок в одной из работ, где автор так просто сопоставил цифры и говорит, ну вот кровь, особенно по праздникам, с храмовой горы должна была течь реками. Фактически. Сами представляете, что над этим носились мухи. Дальше все это там сжигалось туши на больших кострах. Вонище стояло неимоверное. То есть, ну, картинка просто вот для наших людей, что называется. И он нашел очень меткое сравнение. В общем, это фактически, как это называется, скотобойня современная. Даже похлеще. Так что называть жертвоприношение животными ханаанцами у евреев не было никаких оснований. Это они совершали, если это мерзость, то они совершали эту мерзость по призыву самого я. Остается одна маленькая деталь. Жертвоприношение детьми. Обычно рисуется так картина, что детей резали подряд, значит, большими порциями, как угодно. И в качестве примеров приводится свидетельство, якобы свидетельство римских источников, когда были пунические войны, когда они пошли завоевывать Карфаген и окружили там, осадили Карфаген. Там приводится описание, что жители Карфагена, а Карфаген это, собственно, одна из колоний финикийцев, то есть выходцы из ханаана. Религия пришла туда, что они, значит, чтобы отвлечь от себя беду, зарезали там 300 или 400 детей, значит, ну, все равно им не помогло, Карфаген там был разрушен и так далее. Ну, и описывалось в том числе, что вот они поклонялись своему культу и даже вне войны регулярно приносили жертвы. Существовало даже специальное кладбище под названием Тафет. Это, кстати, перешло даже в иврит, это понятие каудеи. Детские кладбища, где якобы хоранились жертвы, маленьких детей принесенных в жертву. Ну, значит, и, дескать, на надгробиях были посвящения неким богам, да, вот, тем, кому приносился в жертву этот ребенок. Да, археологи нашли подобное кладбище возле Карфагена, и это долгое время считалось, что вот это прямое свидетельство. Однако, буквально лет 7-8 назад по этому кладбищу, ну, в смысле, по эти останки исследовал антрополог, который не нашел ни у кого признаков, ни у них останков, признаков насильственной смерти. Более того, он нашел останки мертворожденных детей. Значит, там хоронились дети, даже дожившие там до 7-8 лет, до определенного возраста. После достижения этого возраста, кто умирал, их, как бы, хоронили на взрослом кладбище. То есть, ну, а у нас тоже есть зоны детские на кладбищах, то есть, ничего отличительного нет. Но он сделал еще одну прекрасную вещь. Он сопоставил количество захоронений на взрослом кладбище и на детском. И сказал, что вообще, в принципе, получается, что в Карфагене смертность была ниже, чем в современном обществе. Детская смертность. Тогда где жертвы? Останков жертв нет. Есть просто неверно интерпретированные находки. Только и всего лишь. А то, что считается посвящением некоторому богу, ну, взгляните у нас на кладбище на могилу детей. Там, Господь, прими душу такого-то ребенка. То же самое. Можно интерпретировать как угодно. Более того, значит, есть свидетельства тех же самых греков, которые описывают, что, значит, когда во времена Александра Македонского его войско подошло к одному из городов Ханаана, то, значит, жители этого города в избежание, там, неприятностей предлагали привезти в жертву первенца, значит, местного вождя, царька. На что старейшины ответили категорическим отказом. Из описания, из тех деталей, которые есть, следует, что к этому времени, вообще, жертвоприношение детьми в этом регионе было забыто как таковое, как процедура. И не практиковалось. А то, что практиковалось, идет в ссылке, что на самом деле эти жертвоприношения приносились в самых экстремальных случаях. То есть, когда либо наводнение, либо голод, либо враг подступал к стенам, вот тогда отдавалось в жертву самое дорогое, что было у человека. Не то, что ребенок, а еще его и первенец. Если мы вспомним право наследования по мужской линии к старшему сыну, то человек вообще просто принося в жертву своего первенца рисковал, что на этой процедуре его рот прекратится. То есть, это действительно была жертва очень серьезная. Мало что ты теряешь близкого человека, еще ты рискуешь вообще... Что такое потерять имя? Мы сейчас недооценим этого понятия. В древнем обществе это было очень серьезно. Так что, на самом деле, здесь возникает вопрос, насколько это в то время, если не массово, тогда надо и подходить к этому по-другому. А теперь посмотрим, опять же, на Ветхий Завет, но теперь между строк. Вспомним знаменитую сцену с Авраамом. Когда Авраам получает указание от Бога, завязывает собственного сына. Ведет его как раз на то, что сейчас называется храмовой горой, тогда гора моря. Кладет на скале, на которой сейчас там стоит мечеть арабская, купол скалы, на так называемый камень основания, с которого якобы началось мироздание вообще все, по мусульманским традициям. И готовит там жертвный костер, укладывает сына своего первенца, которого он, кстати, ждал очень долго. То есть, у него долго детей не было. А тут вот приходится резать, что называется. Ну и появляется ангел, который говорит, что вот Бог теперь удостоверился в твоей вере, и вот замени сына ягненком, который там запутался в кустах. И, собственно, это интерпретируется обычно как то, что Яхвы был против человеческих жертвоприношений, а принимал, соглашался на замену животными. Но взглянем между строк. Авраам, когда получает это указание, он идет и делает. У него не вызывает удивление требование Яхва вообще никакого. Как будто это обычная рутина. Ну, допустим, можно интерпретировать так, что вот это была некая веха, после которой Яхва, значит, отказывался от человеческих жертвоприношений и запрещал их евреям. Возьмем те самые заповеди, которые идут после десяти. Я про них уже упомянул. Значит, там в том числе есть такая фраза. Что? И отдай от своего урожая самую первую часть мне, и первый приплод от твоих, от скота твоего, и первенца своего отдай мне. Семь дней пусть он будет с тобой, на восьмой день отдай его мне. Ну, можно сказать, что детей отдай там служить Богу. Вроде бы, как это интерпретируется. Извините, Богу служило только всего два колена. Коэнов. Видите, кто их там носил-то? Левиты. Коэны и левиты. Все. Все остальные служить Богу не могли. Все остальные могли только приносить жертвы. И опять же, если это поставлено в один ряд с растениями, с животными, что? Животные посвящались на службу Богу? Нет. Речь шла явно о жертвоприношении. Ну, так о Моисеи был гораздо позже Авраама. Хорошо, берем дальше. Берем, пройдем уже даже за Соломона. Есть в Ветхом Завете одна такая составная часть, которая идет от лица пророка Михея. Книга Михея, так называемая. Она относится где-то примерно, я сейчас дату уже не помню, где-то примерно середины первого тысячелетия до нашей эры. То есть тогда, когда в Ханаане человеческие жертвоприношения закончились. Там идет дословно такая фраза. Михея рассуждает, с чем я предстану перед Господом? Со всесожжениями жертвенных животных? Что они по сравнению с тем, если я отдам Богу первенца своего? И все. Никаких негативных трактовок, наоборот, только позитивные. Мы на самом деле имеем достаточно явные намеки в очень сильно отредактированном источнике на то, что евреи точно так же практиковали жертвоприношение первенца. Просто это стерко. Моя гипотеза, можете с ней соглашаться, не соглашаться, но для меня вот этих оснований вполне достаточно. Тогда и это перестает быть мерзостью. Но более того, извините, пусть даже, я здесь ошибаюсь в этой версии, опять же, кроме жителей Ханаана, человеческие жертвоприношения совершались и в Вавилоне, и в Ассирии, и были они на территории Турции, в Анатолии, у хетов. В чем проблема? Почему опять у нас географический фактор возникает? На одной территории это считается мерзостью, на другой не считается. Вот. И тут, собственно говоря, возникает сомнение о том, что это соответствует реальности. Все, что говорится в Библии, именно называется мерзостью. То есть, видимых причин, явных причин, не называется, зачем евреи должны были развязывать геноцид. И что так не нравилось Яхве в Баале, абсолютно из этих текстов непонятно. Но, значит, если нет явных причин, должны быть скрыты. Какие скрыты могли быть причины, которые не названы? Когда начали смотреть мифологию Горита, значит, ну, понятно, что там многобожие, это ладно, но оно уже есть тоже везде. Вот. Но когда начали смотреть, значит, угорицкую мифологию, там обнаружились некоторые вещи, которые, ну, уже можно как-то попытаться положить в основу. Вот я в свое время наткнулся на, в интернете на записи лекций, есть такой религиовед, он преподает ему ГИМО, Александр Борисович Зубов. он замечательно рассказывает про мифологию всяких других стран, но как только он начинает рассказывать про мифологию Ханаана, я схватился за голову просто. Я до этого восхищался, тут я, собственно, перестал восхищаться напрочь, точнее, занял противоположную позицию. Человек просто глубоко верующий, и он начал искажать информацию, просто в угоду своим верованиям. Он, например, утверждает, что, значит, в чем состояла мерзость, по его точке зрения, жителей Ханаана, и в чем праведность евреев, которые развязали геноцид. А в том, что, дескать, значит, по мифологии Ханаанской, Баал был узурпатором власти. До него власть принадлежала богу Элю. Элю, Илу, там разные трактовки есть, можно как угодно. Ну, вот, Зубов говорит так, Эль, это то же самое однокоренное, со словом Аллах, оно, значит, единственный основатель, там, и так далее. Значит, вот, дескать, Эль, это и есть Яхва, поскольку он единственный, на самом деле. А Баал у него, типа, захватил просто власть, он узурпатор. Поэтому борьба с узурпатором была делом святым. Ну, так вот, на самом деле, Зубов здесь просто врет откровенно. Потому что, Эль был не единственным богом, и не первым. До него был бог неба и богиня земля, его жена. А до них был там или он и берут. И еще, и вообще, это было первой парой, но не было единственным богом. То есть, это уже не единственный и не основатель, как минимум. И более того, Эль приходит к власти, свергая бога неба. Так что, если проводить какие-то параллели, то, извините, даже если считать Яхву Элем, хотя это на самом деле не так, тут не сходится ничего, то Яхву тоже юзурпатор. Тогда непонятно. Просто борьба за власть и всего лишь. Но, коли мы коснулись уже хананской мифологии, я немножко вам хочу ввести в курс дела, что там, собственно, творилось. Значит, ну вот, Эль после того, как захватил власть, он, значит, долго правил, после этого его сын и любимец Яму заявляет всем богам, что теперь он будет царем. Теперь платите мне дань. Находятся боги, которые возмущаются этим делом. Или еще живой, он еще царствует. Ну, он царствует так, сам по себе. Он просто считается, как сказать, верховным богом, но не царствует уже, он не руководит богами. Вот. И он благословляет это все дело, что да, вот Яму теперь будет богом. Значит, главным выступает против, решается выступить против Яму как раз Баал. Баал, на самом деле, получается, там даже не сын Эля, как тот же Зубов утверждает, а он сын брата Эля, сын бога Дагона, то есть он племенником Эля приходится. Короче, Баал схватывается с Ямой, схватывается не просто так. Там у них существует некий бог-умелец, который изготавливает ему специальное оружие, вот с помощью этого оружия Баал, значит, побеждает Яму. Вроде бы собирается царствовать, но опять-таки все не слава Богу. Здесь появляется следующий претендент, еще один сын Эля, тоже любимец, сын, бог смерти, Мут, Мот, по-разному его называют. Значит, он в конце концов Баала убивает. Баала убивает, и, значит, Туром освобождается. Дальше очень интересная такая сцена, я сейчас про нее скажу, потом в конце лекции уже вернусь к ней. Значит, когда Туром свободен, надо кого-то с царем посадить, Эля садится со своей женой, значит, решает, кого поставить на место Баала. Значит, находят они какого-то Бога, там проходное имя, оно больше нигде не встречается, кроме как в этом мифе. И говорят, что вот, давайте посадим его, он достоин. А почему достоин? Два критерия. Первое, он послушен Богам, и второе, он жесток по отношению к людям. Все, дальше все это дело проходит. Ну, Ханани нормально воспринимает, что некоторые Боги могут быть жестокими по отношению к людям. Вот. Но тут происходит по разным версиям разные вещи. Значит, этот Бог как-то не ужился на этом троне. Значит, в конце концов Баал возрождается и, собственно, становится царем Богов. Все Боги как раз именно за него и Эль в итоге вынужден сдаться, что Баал действительно будет царем. Вот так Баал приходит к власти. Интересно, что наблюдаются очень сильные параллели с египетским пантеоном. То есть, вот даже Бог неба и его жена земля в Египте чуть-чуть наоборот. Там Бог геп земля, а жена у него нут неба. И тогда, если проводить какие-то параллели, то на самом деле Ханаанский Эль это тот же самый Бог Ра в египетской мифологии. А Баал получается Осирисом. Причем там есть даже пересечение. Осирис тоже погибает, тоже возрождается, воскресает. Оба они связаны с земледелием. То есть, пересечение очень плотное. Вот. И тогда, значит, получается, что? ханаанская мифология на самом деле содержит картинку несколько отличающуюся от того, что рисует Ветхий Завет. Мягко говоря, да? И есть данные на самом деле, которые упоминают еще греческие авторы. Они говорят, что у жрецов Баала была традиция на самом деле хранить некое сакральное знание. И это знание они передавали в основном основную его часть из устно, боясь вносить в тексты, чтобы, не дай Бог, это знание куда-то ушло. А на самом деле на этой территории вообще цари все стремились сохранять историю. Они ввели записи истории с давнейших времен, составляли целые библиотеки, вот Угарицкая библиотека в том числе одна из как бы традиций. То есть здесь возникает такая шаткая основа для выдвижения версии такой, что на самом деле одной из действительных причин, почему надо было развязывать геноцид, надо было уничтожить вот это самое знание. А естественно, как проще всего уничтожить знание? Уничтожить его носителей. Тем более, что речь идет, если раньше люди поклонялись сразу многим богам и с богами можно было спорить, можно было находить с ними общий язык и они там сами от людей мало отличались, власть изурпировали и все что угодно, то теперь проглашается совершенно другая идеология. Бог один, он не погрешен и соответственно, а как новую идеологию насадить на старое общество? Проще начать с чистого листа. вот этот чистый лист в Ханаване не заготавливается. Но это как бы версия такая, что цель стояла уничтожение знания в более древних временах о других богах. Насколько она может... Да, вот интересный бог-умелец в Ханаванской традиции, даже вот имеет аналог в египетской мифологии, это бог тот, который тоже умелец на все руки, который, кстати, тоже изготавливает оружие для бога, убившего Осириса. В смысле, для сына бога, убившего Осириса. Он изготавливает оружие для гора, который идет и сражается этим оружием с сетом. То есть, прямые параллели. Вот, это я уже пробежался. Да, вот, ну, собственно, жрецов вала истребляли. Здесь одна из картин, как их резали толпами. Пойдем в земле обетованную. Что там? Можем ли мы действительно найти что-то там, чтобы подтверждало эту версию? Ну, это называется крепость Немрод. Это на севере Израиля современного. Это оккупированные территории сирийские. Значит, сейчас там еще до сих пор даже не все разминировано. В поляне не рекомендуют заходить, хотя на машине там подъезжать можно спокойно. Вот, некая крепость, которая считается арабской крепостью, причем построена уже собственно, фактически во время крестовых походов, чуть позже. Вот, датируется она так, потому что там найдены вот камушки с арабской надпись, с арабскими надписями, где упоминается конкретный строитель, конкретный паша, при котором, ну, значение, султан, при котором якобы велось строительство. Вот, но между тем там обнаруживают совершенно разные типа кладки, причем более плохая кладка, она идет сбоку и поверх более крупной. Вообще, там вырисовывается из больших блоков внутреннее ядро, над которым, собственно говоря, шли какие-то надстройки. Но, поскольку, историки тоже говорят, что строилась неоднократно эта крепость, значит, поэтому, ну, вот, понятно, что по-разному все это дело строили. есть куча блоков, например, больших, которые, ну, они не очень большие, но, скажем так, по десятку тонн, по несколько десятков тонн попадается. То есть, там оценивается самый крупный блок в 38 тонн. Вот, здесь просто лежат под крепостью развалы, и кладка-то сверху идет, вот, которая рабская, она ничего, она не тронута, а внизу развалы достаточно большие, значит, что некое сооружение было уже разрушено, а рабы там, собственно, уже пришли потом. Есть, например, такой элемент, как из монолитного блока сделана секция из нескольких ступенек винтовой лестницы. Но мы, когда строим, когда там, во времена, когда, среднего века, когда строились там замки с винтовыми лестницами, они делались либо из дерева, либо из железа, если денег много было, да, из металла, из какого-то. Но монолитный камень вырубать никому бы в голову не пришло. Это трудоемкая работа и потом эту лестницу еще закрепить надо в итоге. Вот. А там несколько, на самом деле, таких вот лежит. Блоки, там есть внутренний коридор, блоки тоже, вот они десятки тонн весят. И видно, что они обработаны, да, верхняя, наружная поверхность не очень хорошо сохранилась, и там, скажем, нет там идеальной обработки какой-то. Но видно, что обрабатывалось это в нескольких плоскостях и достаточно качественно. И зазоры очень хорошо сохранились, несмотря на землетрясения. Там землетрясения очень сильные были и крупные. Вот. Но самый главный момент, который говорит о том, что это строили не арабы, а гораздо раньше, это вот здесь, на воротах, такое маленькое углубление. Это углубление совершенно четко идентифицируется с выемкой под установлением так называемой мезузы. Мезуза – это в иудейской традиции некий ритуальный предмет, который ставится при входе вообще в любое помещение, в дом, даже в торговую лавку, куда угодно, и несет на себе охранные функции. То есть, он защищает помещение от проникновения туда болезней и злых сил. Иудейский. В официальной истории иудеи никогда крепостью Немрод не владели. Сначала были арабы, потом оно перешло к друзам. Друзы – это ответвление мусульманской религии. Ну, уже в самое последнее время, там, в 20 веке, это дело уже как раз было выкуплено, сама эта крепость была выкуплена как раз представителями еврейской традиции. Но тогда уже никто таких мезус не ставил. Это археологический памятник. Памятник не корежит ради установления мезус, тем более, что это не жилое помещение. Соответственно, получается так, что когда-то евреи должны были вводить этой крепостью. Когда? Значит, версия строительства арабами неверна уже и поэтому. Ну, соответственно, есть версия, кто такой Немрод. она называется крепостью Немрод. Считается, что ее построил такой легендарный мифологический царь Немрод. Арабы сами его считали гигантом. Но Ветхий Завет гигантов упоминает и последний упоминаемый гигант это Голиаф, которого победил Давид. Но там немножко, скажем так, параметры этой крепости, там, особенно ступеньки я показывал, совершенно гигантам не соответствует. Это под нормальную человеческую ногу. И на самом деле то, что Немрод гигант, это уже, скажем так, более поздняя версия мифа. По другой версии он был царем в Вавилоне, значит, который в незапамятные времена как раз строил Вавилонскую башню. По его приказу типа, эта башня строилась. По другим преданиям он был полубогом, а по каким-то преданиям он вообще был богом. Вот у нас, пожалуйста, мегалиты, боги. Возникает некая связь. Что любопытно с Немродом, он якобы имел некие божественные одежды. Эти божественные одежды, там, скажем, по тем же мусульманским преданиям восходили ко временам Адама, что бог, когда выгнал Адама с рая, типа, дал ему такие одежды, которые позволяли фактически парализовать животных. То есть, животные, увидев эти одежды, ставили столбом и не убегали. Собственно, Немрод, завладев этими одеждами, был искусным охотником, слуга, искусным охотником. Что за таинственным предмет, непонятно, но забавно скажем, просто наличие. Однако, вот фраза, в которой Немрод упоминается в христианской традиции в связи с этими одеждами, она звучит так. Значит, это был, значит, он был искусным охотником, который ходил пред лицом Господа. Точнее, более детальный перевод, пред Господом. и там есть много разных рассуждений, что это означает пред Господом, но есть еще одна трактовка, ну, что он там с ним конкурировал, что еще что-то там пытался делать, значит, там, типа, выступал против него, но есть другая трактовка, что значит пред, перед, то есть, это Бог, который был до Яхве. Можно так трактовать эти легенды. Но с ним родом очень много ничего, очень много неясного, зато гораздо интереснее с этой Мезузой. С этой Мезузой, значит, это, вот здесь Мезуза показана, которая стоит на площади перед Храмовой горой, это помещение, где люди, входящие на эту площадь, проходят, ну, через рамку, как в аэропорту. Там от террористов все это дело стоит, вот на любые буквально двери, вот двери входа вот в это служебное помещение такое, она уже снабжена там несколько Мезуз висит. Так вот, инструкция по установке этой Мезузы существует и такая в иудейской традиции, она фактически очень сильно напоминает установку видеокамер. Вот инструкция по установке видеокамеры, как ее поставить, под каким углом, значит, на какие места она может смотреть, на какие не может, например, ее нельзя направлять в сторону супружеского ложа, ее нельзя направлять в сторону в детской, в сторону того места, где детей подмывают и там меняют им одежду, как у нас цензура, грубо говоря, да, мезузы. А что делало есть обряд, связанный с Мезузой, то есть, на самом деле, иудей, входя в дом, значит, если он верующий, он обязан произнести слова молитвы, прикоснуться руками к Мезузе, после этого там пальцы поцеловать. Фактически, прямой параллели, датчик для идентификации по голосу и отпечаткам пальцев. Охранная система плюс с видеонаблюдением, да, то есть, высокотехнологичное устройство. Если мы ведем речь о том, что древние боги это представители высоко развитой цивилизации, то в данном случае мы имеем свидетельство того, что иудеи сохранили память о неком таком техническом устройстве, которое использовали раньше, когда общались действительно с богом и входили в какие-то помещения, куда был ограниченный доступ, но вот эта охранная функция осталась, но осталась уже чисто символическая, что называется. Так, перейдем в другое место. Вот как раз тот самый храм Соломона, где, как я говорил, резали нещадно этих бедных животных. Вот, храм не сохранился, был уничтожен. Есть еще иногда интересная такая вещь. Когда читаешь просто в Ветхом Завете, когда читаешь про строительство храма Соломона, там фраза, на который многие уже исследователи обращали внимание, что значит, храм строился так, что не было слышно стука там кайла или молотка каменщиков о камень. То есть, камень не обтесывался. Значит, как можно складывать что-то из камня, что-то более-менее приличное, вообще не работая каменщикам, как им положено работать. Первая мысль, которая приходит в голову, что на самом деле храм собирался просто из остатков какого-то сооружения разрушенного, из готовых блоков, которые там валялись, вот как перед ним родом валялись. И просто собрали кубики, тогда действительно камень уже не надо обработать. Как лего собрали, что-то построили, дальше обшили досками, как это по Ветхому Завету пишется, и все. И даже не надо было уравнять внешнюю поверхность. Досками прикрыли, и все отлично. Вот. Может ли быть такое это все дело? Вот там же стоит вот то, что церковь, которую я упоминал, вообще-то это камень. Да. Вот, кстати, на том месте, где раньше стоял храм Соломона, есть такая вещь. Стоит мечеть, она стоит вокруг вот этой скалы, где Авраам должен был зарезать сын. Вот купол скалы, вот этот камень показывал сверху. Там над ним уже явно там неоднократно поиздевались, там куски отрезаны, оторваны и так далее. Но, по крайней мере, что-то есть там, такой небольшой скальный выход. Вообще, на самом деле, в Старом Свете нет традиций возведения храмов вокруг скальных выходов. Нет такого вообще. Это единственный такой уникальный случай. Зато это есть в Новом Свете, в Перу, в Мачу-Пикчо, так называемый Храм Солнца. который тоже ограждает исключительно скальный выступ. Ничего больше внутри нет. Зато под храмом Солнца мы видим следы неимоверных технологий. Вот то, что вы видели до этого, это наверху, это внизу. Значит, здесь любой строитель, любой человек, работающий скальным, скажет, что это невероятная работа. Значит, мы опять имеем следы фактически, такой намек на высоко развитые цивилизации. Другое место, которое, опять же, есть в Перу, это вот здесь вот кладка тоже идет вокруг скалы. Это Писок. То есть, на двух разных континентах мы имеем одинаковый принцип. Там спрашивается, а с чего вдруг мусульмане все это дело строили? Они еще что, знали про Инков? Да ничего они не знали про Инков в то время, когда ставили свою сначала временную мечеть вокруг этого купола скалы. Значит, вполне допустимо, что так все это изначало и было. И, собственно говоря, иудеи, когда строили еще свой храм Соломона, они уже, собственно, опять же, ставили храм вокруг этого скального выступа. А, соответственно, мы просто повторяли некое сооружение на неком фундаменте. Вот. То, что это может быть действительно там что-то было, говорит, как раз стеночка вокруг вообще самой горы. Тоже странная вещь достаточно. Вот эта стена плаща общеизвестная, на самом деле она представляет там совершенно маленький кусочек. Если мне не изменяет память общая длина стены, достигает полутора километров вокруг храмовой горы. И вот археологический парк, ну, я быстренько буду по этим вещам пробегаться, поскольку многие видели фильмы, которые были сняты по всем этим материалам. Вот в археологическом парке можем наблюдать блоки по 70 тонн весом, уложенные в основании этой стены. Вверх там видно, что неоднократно разрушался, восстанавливался и так далее. Но официальная версия такая, что это стена времен Ирода Великого. Значит, но при этом да, и там есть с другой стороны, если смотреть на стену плача, археологический парк справа, а это с левой стороны, той же самой западной стены, есть, сейчас археологи прокопали там тоннель, вдоль как раз стеночки, вот лежат здесь блоки, этот блок оценивается, дай бог памяти, в 600 с половиной практически, сотен тонн, 638 что ли, вот, и он там такой не один, мало того, что он такой не один, все эти большие блоки, которые стоят как на параде, они поставлены на блоки меньшего размера, я попрошу эту штуку запомнить, потому что дальше она вам пригодится, вот, ну, те, кто из историков, кто говорит, что это постройка времен Ирода Великого, Ирод Великий, это рубеж нашей эры, времена Римской империи, ну, типа, действительно, строить вот здесь, они ссылаются чаще всего на Иосифа Флавия, вот, был такой писатель, который описывал времена Ирода Великого, хотя жил сам через сотню лет, ну, вот, те, кто так ссылается, те вообще Флавия не читали, потому что Флавия написано прямо противоположно, у Флавия упоминается, что во времена Ирода Великого он ремонтировал храм, а не возводил стену, то есть нет упоминания стены по отношению к Ироду, причем там описывается, какие трудности Ирод испытывал, чтобы получить от иудейских священников разрешение на строительство этого храма, потому что туда могли подниматься только священники, просто такие мастеровые люди не могли туда подняться, вот, но про стену вообще нет упоминания в связи с Иродом, зато есть упоминания в одной малоизвестной работе, где он ссылается некого Гекатея Абдерского, описывающего времена Александра Македонского, и там стена уже упоминается вокруг Храмовой горы, то есть на 300 лет раньше Ирода Великого, и Флавий на самом деле приписывает все это дело Соломону, что, дескать, Соломон построил эту стену, у него в другой работе, вот, я к тому, что, как у нас умеют все это дело передергивать, ну вот, Ирод Великий, смотрим, что делал, Ирод Великий много чего строил, в частности, он строил Кесарию знаменитую, это порт мощнейшим отстроил на побережье Средиземного моря, все абсолютно четко, там, по всему этому древнему памятнику проходишь, все абсолютно четко соответствует возможностям времен Римской империи, технологии, небольшие блоки, раствор, или где-то вообще просто рваный камень, никаких мегалитов, нигде блоков, как уложено это все вокруг храмовой горы без малейшего раствора, нигде нет признаков, дальше, ну, это вот одно из тоже сооружений Ирода, крепость Массат знаменитая, здесь археологи что-то реконструировали, но вот оставили черную такую линию высшей реконструкции, ниже то, что они нашли, достаточно грамотный подход, можно сравнить, что они в своей реконструкции далеко не уходили, рваный камень на глине на растворе и штукатурка, нигде вообще никаких ровных блоков, это один из оплотов, которыми гордился Ирод, Ирод гордился и Кесарий, и Массадом крепостью, и Родионом. Я сокращу время на вопросы, потому что мне надо много чего проговорить, я предупреждал в этом сначала. То есть к ироду это явно не имеет никакого отношения. Точно так, для сравнения тут римский кран, якобы кран для перетаскивания тяжестей, деревянная штучка стоит и там сбоку, якобы с помощью таких приспособлений ворочались блоки по 600 с лишним тон. Вот эта мостовая, которая относится ко временам Ирода Великого, она датирована по находкам, которые найдены на уровне этой мостовой. Значит, ну хорошо, допустим, эта мостовая была сделана во времена Ирода Великого. Заходим на другой конец этого археологического парка и видим шуров, уходящий на 7-8 рядов кладки ниже мостовой уровня Ирода. Ниже уровня мостовой Ирода. И, собственно, вот там это продолжение, оно непонятно еще, заканчиваются эти блоки, не заканчиваются, там никакой примитивной кладки не видно. Так все это блоками, ровными и идет. Значит, берем Соломона, что мог к Соломону. Вот рядом через дорогу храмовой горы идут раскопки, еще туристов не пускает, продолжается забором огорожен, но дырки есть, можно заглянуть. Это то, что считается руинами дворца, который Соломон строил для царицы Савской. Значит, если берем Ветхий Завет, вообще, на самом деле, честь иметь собственный дворец из многочисленных жен Соломона удоставилась только единственная жена. И царица Савская, которая не была ему женой, но для нее он тоже сделал исключение. То есть, он всего для двух женщин построил дворцы. Дело исключительно. Мы видим тоже рваный камень на растворе. Больше ничего. Абсолютно полная халтура. Никаких высоких технологий, которые мы видим в стене вокруг храмовой горы, не видно. Вот. Значит, хорошо, если не строил Соломон, может быть, строили ханаанцы. Вот стена города, которую завоевал Давид. То есть, это перец Соломона. Стена, которая окружала Иерусалим, жилую часть. Значит, тоже, да, камушки побольше, но никакой толком обработки нет. То есть, все нормально в плане технологий, соответствующим именно той картинке, что рисуют историки по возможности людей, того времени, никаких противоречий, а стена явно выпадает. Стена как раз может иметь отношение к как раз вот этой древней цивилизации Бамбов. Значит, еще один объект в Израиле, который может быть, на мой взгляд, отнесен к свидетельствам пребывания там реальной цивилизации, это так называемая могила праотцов, это пещера Махпила, значит, это в Хевроне находится, значит, это читается там по легенде эти земли Авраам купил у местного хнаанца, не помню, к конкретно к какому племеням относился, для того, чтобы похоронить свою жену Сару, и там, дескать, по христианской традиции считается, что там похоронены три пары из патриархов 1-й Авраам, по версии Талмуда там еще похоронены Адам с Евой, по мусульманской там еще и по версии Иосифа Флавия там еще несколько пар якобы похоронены, значит, но, к сожалению, там из-за всех этих религиозных распри, значит, до сих пор эта пещера даже толком не исследована, то есть, есть некие записи там несколько столетий назад, что кто-то заспускался, что-то видел, а современные археологи даже не могут толком туда залезть, просто там такое противостояние идет мусульманская и иудейская община, что никто не рискует вообще чего-то скрывать. Вот, значит, меня здесь привлекает в этом в этом предании еще одна такая такой момент, значит, Авраам покупает землю зачем-то, ну, хорошо, для того, чтобы вместе с пещерой, для того, чтобы похоронить жену, допустим, все логично. Дело в том, что Давид, когда завоевывает Иерусалим, он покупает гору моря у местного хетта, проживавшего там, или хетта, ну, в общем, да, у местного одного жителя, почему покупает? Здесь возникает вопрос, он только что завоевал целый город, но взял бы, реквизировал, какая разница, он уже много чего пореквизировал, почему он выкупает целую гору, где было просто гумно, бессмысленное занятие, да, бессмысленные действия. Возникает вопрос, дело в том, что та же пещера Махпила, она окружена логичной кладкой, если предположить, что это не радианская кладка, кстати, вот в отношении того, что построено в Хевроне, поскольку нет никаких письменных свидетельств вообще о том, когда она была построена, археологи уже говорят, ну, эта кладка, она практиковалась еще до Ирода. Вот такая вот обтекаемая фраза. В какие времена, непонятно, но, по крайней мере, по очень многим параметрам она повторяет то, что мы можем видеть на стене вокруг Храмовой горы. То есть, если стена вокруг Храмовой горы относится к древним богам, то и здесь то же самое. Перенесемся теперь в соседнюю страну, в Ливану, идем чуть севернее, значит, Бальбек знаменитый. Значит, по Бальбеку я пробегусь уже очень быстро. Значит, есть тут и действительно турецкие, в смысле арабские постройки, они видны своей небрежностью, есть действительно римские, как считается это римским храмом, значит, римским комплексом, это храм Бахуса, значит, чисто римский, несмотря на свои колоссальные размеры, здесь просто все из небольших составных блоков, несмотря на то, что там колонны 17 метров высотой, они все составные. Вот, нет сомнений, там везде ручная работа, есть в самом комплексе действительно римские постройки, и когда мы были в экспедиции, мы даже эти колонны, собственно говоря, вынуждены были признать, что, несмотря на их гигантские размеры, но вот здесь вот я стою у основания, видите, основание идет головой чуть-чуть выше основания колонны. На самом деле они действительно тоже составные, они из трех частей состоят, и вот это перекрытие, которое есть, он тоже составное, абсолютно, да, чуть-чуть напряжно, но сделать можно, то есть римляне сделать могли. но, например, вот есть там алтарный двор, который считают, что построили римляне, он тоже там, он поднят на некой платформе, и посередине стоит типа алтарь, который использовался, некое сооружение. Так вот, там сохранился шурф, археологи оставили, видно, что он уходит метров на 8-9 вглубь этого двора, значит, просто логику включим. Римляне решили построить здесь комплекс. Сделали платформу, на ней поставили сооружение, вроде бы все вписывается, а теперь посмотрим на этот раскоп. Получается, что для того, чтобы сделать алтарь, они строят четырехэтажные сооружения, современный четырехэтажный дом высотой сооружения, и потом на три с лишним этажа засыпают землей всем подряд. Бессмыслица полная, да, причем алтарь, он невысокий, можешь просто утрамбованную землю, или хотя бы ряд фундамента камней положил и сделал. Все указывает на то, что на самом деле здесь было что-то до того, и вот это накопление этого двора, это вообще могли быть даже культурные отложения, тогда вопрос, сколько это существовало до римлян. То, что это не римская постройка, это совершенно четко обнаруживается в парадном входе, там ближайшее помещение справа, мы когда зашли, увидели, мы оторопили, значит, стены, которые археологи признают, что это римской постройки, стоят на остатках колонн, значит, они уже какие-то древние сооружения используют для фундамента, причем колонны, это дело такое трудоемкое изготовление, колонны очень часто, даже когда трескались, их просто скрепляли железными скобами, еще чем-то, или каменными какими-то перетяжками, и пускали вход, а здесь, видимо, колонны были такие уже обветшавые, что их некуда было, невозможно вторично было использовать, так вот, здесь, я не знаю, увидят ли там задние ряды особенно, вот там, где обломанный край слева идет, там идут параллельные риски, значит, когда мы показали это дело специалистам из музея Ферсмана, они там сразу разделились пополам, в конце концов, начали там спорить друг с другом, в конце концов, победила точка зрения о том, что оставить такие риски вручную никаким инструментом невозможно, это признаки обработки на токарном станке, колонна из мрамора изготавливается, колонна в обхвате там, от полуметра до метра есть такие колонны, изготавливаются на токарном станке. Да, римляне много что делали, у них там были осадные орудия, катапульты, вот токарных станков таких размеров не было, инструментов, которыми можно было бы так, камень обрабатывать на подобном станке тоже не было. Значит, есть рядом блоки, где здесь просто идут концентрические следы обработки, они обрабатывали не только вот по боковой, но и на торцах. Значит, это явно следы уже, то есть, мы имеем признаки того, что римляне строили на руинах некой цивилизации, которая могла обрабатывать камень на токарных станках, большие камни. при этом сами у себя они, например, строили, если все это датируется, основной храм датируется храм Юпитера временами Нерона, вот это образец золотого дворца в Нероне, золотого дворца, который Нерон строил время после пожара. Кирпич на растворе и штукатулка. Блоков нигде нет. Почему тогда, если римляне что-то строили в Баальбеке, пусть храм Юпитера, почему они использовали там камень в какой-то глуши? Да потому, что он лежал там. Там были сооружения, которые они просто использовали. Вот. Но дальше здесь там просто видно верхняя часть, где колонны и так далее. Вот это идет чисто римская постройка. Внизу резко отличается фундаментная часть вот этой платформы, на которой все стоит. Даже на входе, еще далеко до храма Юпитера, она вся выстроена какой-то другой цивилизацией. Это более древнее сооружение. Сбоку это не очень сильно видно, но разница есть немножко по размерам блоков. Это как раз со стороны, если смотреть на алтарный двор, где раскоп идет. Но в принципе можно предположить, что римляне даже не возводили эти стены. Там стены в несколько метров. они просто сделали полукруглые углубления и поставили колонны. Просто доработали какие-то руины. Но что интересно, в этих стенках это стена, которая окружает Бальбек, точнее она составляет платформу основного комплекса. там нигде нет каких-то отверстий, окон именно в этих стенах. А по ханаанским преданиям, когда Бал первый раз завоевал власть у Эли, победил яму и завоевал власть, он заказал себе дворец, получил разрешение на строительство дворца от верховного бога Эли, который почему-то еще санкционировал и ему опять помогал бог-умелец, так вот Баал ему заказывал как раз дворец без окон. Дескать, через окно может проникнуть зло и так далее. Ну, возникнет Баал, Бальбек, все считают, что там действительно был храм Баала, а может быть здесь был его дворец, кто его знает. Может быть тот же дворец мог стоять и на храмовой горе, например, значит, ну, это я не буду уже трилитоны упоминать, всем они известны на западной стене, там по тысяче тонн блоки весом. Гораздо интереснее ряд под ними, на мой взгляд, потому что под трилитонами стоят блоки по 600 тонн весом. Про них мало кто вспоминает, но эти блоки проходят на самом деле. Вот это угловой блок, здесь только кажется, что из двух блоков он составлен. Просто левая часть сделана под углом, а правая имеет ступеньку такую, а это все монолитный блок. Он по весу получается даже больше, чем блок трилитон. Это как раз на ряд ниже идет. И дальше он продолжается этот ряд блоками по 600 тонн. Всю западную стенку переходит на южную, на, да, есть тут какие-то отростки из таких же блоков. Значит, здесь ступеньки, это вход в храм Юпитера, это мы получаем восточную сторону. Так вот, нижний ряд таких ступенек сделан всего из трех блоков. По 13 ступенек на каждом блоке сделано. Они вот пристыкованы точно так же встык, как трилитоны, имеют те же габариты и находятся на том же уровне. Значит, под ними тоже, скорее всего, ряд там 600 тонн и продолжается. И на северной стене это сидит, да, это у нас архитектор прочертил все, это Маша. На северной стене продолжаются эти тоже мегалиты. Как видите, абсолютно, вот здесь особенно похоже на то, что я просил обратить внимание, где, значит, раскоп после стены вокруг храмовой горы, когда большой блок стоит на рядах небольших блоков. Вообще, они как близнецы-братья, то есть, это явно дело рук одного и того же мастера. Однако, ни Ирод никогда не был в Бальбеке и не владел им и Соломон, то есть, никоим образом ни к рядеанской кладке это нельзя причислить. Нет оснований у историка. Поэтому, просто об этом молчат о сходстве этих двух комплексов. Сейчас начали чуть-чуть об этом начали говорить. Значит, есть в Пальмире храм Бала, там немножко тоже прослеживаются похожие блоки. В принципе, они все меньше, но вот стойкий ворот, вот там оператор у нас стоит, стойкий ворот сделан монолитными блоками в 7 человеческого, 7 раз человеческий рост. Получается. Спрашивается, зачем? Непонятно. Но там данных мало очень, мало чего видно, но есть утверждение неких археологов о том, что этот храм построен на месте некого языческого святилища, которому поклонялись тоже к тому же Баалу. Что за святилище? Действительно ли здесь было что-то разрушено и использованы только блоки какие-то отдельные? Непонятно. Но вот единственное, что мы там находили такие вот риски, такое впечатление, что шурупы вворачивали в материал. Настолько они регулярны, настолько они похожи друг на друга, что невозможно, чтобы мастера даже припоставили на руке, так все параллельно шло. Такие риски оставались при искаловании материала. Долго у нас там мнения разделились, долго мы тоже спорили, потом нашли такие же следы возле Храмовой горы, а вот уже в начале этого года исследования, которые там проводили у нас по микровкреплениям, заодно смотрели эти образцы, значит, на том, что взяли в Иерусалиме, даже под микроскопом видно, что следы очень параллельны, очень регулярны, через одно и то же расстояние. На микроуровне, не сохранилось бы, даже как бы мастер не держал, было видно, что чуть-чуть инструмент куда-то гуляет. То есть, есть заявка на то, что это следы странного инструмента, но машинная это уже обработка. Но, как бы то ни было, большего мы в Памире не нашли, уже Сирия, да, у нас пошла после Ливана. Зато в Айндаре, это уже близ границы с Турцией, хецкий храм, где вот на самом нижнем ряду совершенно четкие пропилы, надрезы, высокие дисковые пилы, вот след дисковой пилы, он так изгибается, ширина режущей кромки, там, миллиметр, миллиметра полтора, то есть, классика, по которой мы там идентифицируем следы высоких технологий, нам, в Египте, в Перу, где угодно. Все тоже очень похоже. Ну, собственно, осталось там переметнуться через границу, это Алалах, это экспедиция прошлого года, где среди совершенно невзрачных руин, значит, вот был найден камень с надрезами, надрезы по всем параметрам, опять же, относятся к какому-то машинному оборудованию, пусть там ведомому рукой, но вот видно, несколько раз там болтался диск, несколько раз надрезал, видно, что это именно диск, не буду описывать, что такое диск, что это обязательно машина и технология, я уже неоднократно про это говорил, сегодня на это время нет. Вот, значит, ну, соответственно, возникает вопрос, вроде бы, значит, она, Турции уже далековато, но вот уже эти памятники хетской культуры показывают, что, в общем, и там есть возможность было что-то поискать, и если мы возьмем мифологию хеттов, то она в ноль повторяет ханаанскую, их, собственно говоря, бог Тишу, по Верховному, это тот же самый бал, у него даже атрибуты такие, тот же самый был, грозы, там очень все схоже, абсолютно, не буду на этом детально уже останавливаться, и если мы пройдемся по местам хетской империи, вот их хатусы, столица, значит, вот здесь тоже изрезанный блок, ну, над ним кто-то поиздевался, их скромсали со всех сторон, значит, самое, это что-то типа тросовые пилы, это надрезы, там дисковой пилой, вот диск, совершенно отчетливый, там, по параметрам, которые мы измерили, получается, там, больше полутора метров в диаметре диск, это наше стационарное оборудование, даже мобильного такого оборудования нет, обрабатывает, то есть, эта технология гораздо выше наших, вот, полигональная кладочка, там, небольшая, встречается, я тоже пробегу, ну, и самое интересное, это, конечно, Валаджи Хуюки, который, не подумайте, я не ругнулся, такое название, вот, чисто полигональная кладка, как в Перу, вот, перуанская кладка, это в Куско, вот, их рядышком поставил, да, близнецы, братья, слева Турция, справа Перу, это рушит вообще, мало того, что это, ну, просто удивительно, это рушит всю историю, один этот объект, просто напрочь, потому, что мы имеем, по официальной версии историков, слева сооружение, построенное в середине второго тысячелетия, до нашей эры, хеттами, в Турции, в Анатолии, точнее, значит, ну, современной Турции, а справа, то, что построили инки, это полтора тысячелетия уже нашей эры, и в Южной Америке, расстояние, ну, десятки тысяч километров и три тысячи лет, даже если предположить самое невероятное, что инки каким-то образом ездили в Турцию, умудрялись, да, или хеты доезжали, добирались там через океаны и континенты до перуанских границ, да, то три тысячи лет никуда не денешь, то есть это все объединить все это дело, здесь достаточно очевидно, здесь фасочка одинаково снята, подходы абсолютно те же самые, то есть все указывает на то, что это строила одна и та же цивилизация, и сомкнуть это можно только отнеся это к цивилизации как раз тех самых древних богов, вот, ну там же, собственно, я уже не буду толком останавливаться по Турции, собственно, этот Алладжихуюк, он нас вывел опять же на тему войны богов, потому что сам памятник представляет себе большую достаточно воронку, в центре все измочалино, по краям осталось вот и полигональной кладкой какие-то еще руины, а в центре просто уже хеттская постройка идет по дну затянувшейся такой воронки, вот, значит, хетты нам дают на самом деле один интересный момент, очень важный, два даже момента, первый момент, значит, очень странное законодательство, потому что на самом деле, почему к законодательству обращаясь, в обществах, в которых, ну даже в нашем, в общем-то, считается гражданском обществе, церковь не существует просто так, она встроена в том числе в какие-то наши моральные вещи и так далее, то есть, религии не существует отдельно от государства до конца, даже у нас, а тогда, когда она представляет государственную религию, у нее все повязано, в том числе законы, которые принимаются, они чаще всего мотивируются в древних обществах, что эти законы дали боги, значит, допустим, что это дали боги, хеттское законодательство отличается вообще своей прогрессивностью по тем временам, если у Моисея, который был позже, чем существовала хеттская империя, и Моисеев вводил, как считалось, передовой закон, господствовал принцип око за око, зуб за зуб, то у хеттов было гораздо более гуманное законодательство, там можно было, смерть не обязательно выклала за собой смерть убийцы, да, особенно, если он там убил по неосторожности, он мог откупиться, там, нанесению вещей, увечья не каралось, он тоже мог человек компенсировать, разместить чем-то, нанесенную ущербу, то есть, на самом деле, законодательство было более гуманным, если мы это привяжем к религии, у нас тогда получится, что у хеттов, в хеттской империи, боги-то были добрее, чем у Яхвы, собственно говоря, и тут я вам напомню, ту самую мифологию, согласно которой, когда Баал первый раз погибает, когда убивает бог Муд, и бог Эль со своей женой обсуждает, кого поставить на место Баала, выбирается бог, который послушен богам и жесток по отношению к людям, значит, получается, а Баал, противник Эля, его ветви, значит, Баал-то получается добреньким, теперь вспомните начальную картинку, что Баал это воплощение дьявола, то есть, на самом деле, вот здесь информация затоптанная, искаженная настолько получается, что мы получаем прямо противоположную картинку. Но хетты выводят еще на одну очень интересную вещь. Дело в том, что по ханаанской религии осталось очень мало все-таки информации, а от хеттов осталось масса текстов. И вот те, кто исследовал эти тексты, те пришли к выводу, что в религии хеттской там очень большое место занимало то, что называется колдовство, вражбой, целительством, я предпочитаю слова практической магии. То есть, некий набор техник, приемов, методов, когда путем еще далеко непонятных материалистической науки осуществляется воздействие на окружающий мир, на людей, на других и так далее. То есть, грубо говоря, сознание человека влияет на окружающий мир. соответственно, логично предположить, что и храанская религия тоже во многом все это дело практиковала. Но, теперь вспомним, что религия уидеев, что христианство, что мусульманство, первое, что давило и давит, это практическую магию. мы сжигаем колдуньей, изгоняем, отлучаем от церкви, делаем все, что угодно, лишь бы не дать людям развивать приемы практической магии. И это намек на еще одну причину, почему требовалось истребить жрецов Баала. Потому, что любая практическая магия строится на техниках и приемах, а это знание. Знание, опять же, должно было быть истреблено, соответственно, должен быть истребленный носитель. Вот вам вторая причина. Не только информация о древних богах, но и почему практическая магия изничтожалась. Потому, что человек с ее помощью мог влиять на действия богов. Он не только на других людей, он мог и на бога подействовать. А Яхва этого не мог допустить никоим образом со своей новой доктрины. Ну, собственно говоря, к моменту завоевания евреями землеобетованной Атхетской империи уже мало чего осталось. Там их побили народы моря и другие воинственные соседи. И, собственно, религия, как таковая, расползлась на разные осколки. Один осколок ушел в Урарту, оттуда, в Армению, а другой осколок через западное побережье, через города на западном побережье, ушел в Древнюю Грецию. Так, где у меня это все дело? На самом деле, если мы посмотрим древнегреческую мифологию, то у нее с Атхетской идет полное пересечение. Там есть уже очень много работ по поводу этих пересечений. Зевс тут борется с хецким илуянкой, грубо говоря. Я протракую так, половина в греческой мифологии, половина в хецкой. Зевс на самом деле тот же бог Грозы, тот же Баал, только под другим именем. А от греков он перекочевывает к римлянам. Юпитер. Что у нас делают римляне в 70-м году нашей эры? За то, что иудеи восстали, они разрушают храм, построенный Иродом. Те, кто поклоняется Баалу под видом, под именем Юпитер, разрушают храм Яхва. Таким образом, можно сказать, что в 70-м году нашей эры произошел некий символический реванш, и Баал немножко себя-то воевал у Яхвы кое-что, но к этому времени уже поднялось христианство, и если вы заметите, куда оно прежде всего распространилось, первое государство, где было принято христианство в качестве государственной религии, это Армения. Это 301-й год нашей эры. Дальше это дело перекочевывает в Рим, и вот после этого память о Баале вообще стирается напрочь. До, вплоть 20-го века, когда появляются горитские находки, когда появляется некая информация, где можно восстановить что-то, совершенно другую картинку, по которой можно восстановить. Ну и плюс еще знаменательное совпадение, именно в 20-м веке начинает развиваться такая наука как психология, которая сейчас в передовых своих техниках очень сильно напоминает практическую магию. Спасибо за внимание. Так, ну я предупреждал, что времени на вопрос останется немного. Я не думаю, что это самое, вы пожалели о том, что я чуть-чуть подольше говорил, но давайте вопросы. Я не занимаюсь топонимикой, потому что для меня вот вообще любые изыскания в области лингвистики очень сомнительные. Очень сомнительные. Сомнительные, наверное, много зрителей. Не знаю, по устоявшемуся мнению. Я имею прямо противоположное мнение. После общения со многими работами лингвистов, я считаю, что на самом деле они слишком распиарены. Возможно, по крайней мере это найти название зрителей в 19-м в 19-м в 19-м в 19-м в 19-м может у него но что это даст? Ну что это даст? Там, собственно, те имена, которые есть, они уже относятся в основном к упоминанию имена Баала как такового. Это хроники арабские. Арабов там достоверность очень сомнительная в многих вещах. А так, ну что это даст? Ну в принципе там же могут быть разные варианты. Это могло быть Баал он относится на самом деле я уже там просто вынужден договаривать куски лекции, да, что он относится к более поздним богам. Он скорее всего уже из когорта до их победителей в войне и так далее. А про Баалбек же ходит легенда о том, что это допотопное вообще сооружение было. И что Немрод его ремонтировал после потопа солотое гигантов, чтобы они занимались ремонтом. Поэтому опять же ну если везде существует практика использования древних сооружений, почему Баалу не использует то, что построили боги до него. Тоже вполне может быть. Да. А вот допустим если виблейские тексты рассматривают информацию понятно, что там очень запутано. Там написано, что после ноя, то есть грубо говоря после потопа люди там двинулись когда был один язык и там такая фраза в одном месте что давайте сделаем кирпичи и они нам будут вместо камней. То есть это наводит на мысль что до потопа были технологии люди могли обрабатывать камни а после потопа поскольку там все исчезло и было так мало народа. Предположить можно все что угодно просто мы имеем конкретные сооружения явно послепотопные в том числе и мегалитические. То есть это не допотопные? Нет. Есть сооружения мегалитические допотопные и послепотопные. Поток не является рубежом по изменению технологий. А вот еще материки допустим до Аль-Молос если раньше один материк был не может вы не сошьете 12 тысяч лет которые прошли после потопа с 200 миллионами лет когда начали сходить с материки. Как вы не меняете шкалу вы можете сокращать вырезать из нее куски но у вас все равно это не сошьется это два разных абсолютно процесса. еще вопросы мне не попадалось пока его родословные не попадалось видно ее так хорошо сильно затоптали собственно говоря вот это упоминание опять же его жены то что у нее была некая жена это вот эти иблаистские источники то есть то что найдено в 20 веке и то что раньше просто хранилось в земле вот есть архив Марии еще тоже достаточно обширный про который нам гид рассказывал в Сирии что ее нашли до Второй мировой войны тогда же начали переводить сначала все католики обрадовались потому что упоминалось много городов из Ветхого Завета опять же причем те которые археологи отрицали существование а потом пошли такие переводы что Ватикан встал резко на дыбы и под угрозой отлучения этого переводчика от церкви а он был католиком он вынужден был отказаться даже от собственных переводов и дальше архив похоронен где-то часть в Лувре часть в закромах Ватикана общая версия такая что то что гид озвучил что там идут повествования такое которое подрывает основы всех мировых религий поэтому может быть там что-то ехало есть то что там вообще может перернуть еще раз с ног на голову все это дело или наоборот с головы поставить на ноги еще вопрос утомил видать да а что такое яхва яхва это азмы есть это даже не имя как таковое это я существую я единственное существую то есть на самом деле то что даже иудеи называют именем бога который нельзя называть это яхва они там не пишут практически есть какие упоминания но там это господь всемогущий возьмите библию посмотрите там только эпитеты там имен нет как таковых есть масса названий поэтому я упоминал там там не только в древнеюрецком вообще в древних языках почему там ил илу или там например тишуб тишуб там балу потому что глаз их никто не знает ну как-то так всем заговорят что наверное так еще вопрос ну почитайте у меня книгу обитаем остров земля там приводится версия о том что мы представляем из себя источник духовной энергии который при грамотном использовании можно доить 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 его надо просто организовать в нужном направлении вот и все а здесь нужно было переориентировать с одного получателя на другого ввести некую самоподдерживающуюся систему которую один раз ты поставил и больше тебе не надо туда вмешиваться ну иногда редкие-редкие какие-то корректировки как с появлением христианства мусульманства и так далее христианство отказалось от жертвоприношения их нужно было делать появляется мусульманство потому что животное тоже душу имеет свою пусть не такую развитую как у человека и тут же в момент смерти происходит выделение энергии которое дармовое мы дармовой источник энергии мы просто сами говорим сейчас начинаем говорить об этих энергиях но даже те же экстрасенсы которые владеют те же скажем те кто занимается там левитацией или телекинезом это игры ну с абонитовой палочкой по сравнению с гидроэлектростанцией видите то же самое как в электричественном асфалье самых простейших вещей так и здесь если овладеть этой энергией то мы из себя здесь люди представляем колоссальный источник энергии если его собрать и в нужное время в нужном месте как на бензозаправке чтобы получить бензин нужного сорта его нужно переработать ввести в какую-то единую идеологию дать единые образы в чем мы энергию выделяем в образах единые образы в рамках посолить на самом деле даже когда я в свое время проводил такие параллели меня поразило что если мы начинаем читать процедуры жертвоприношения при готовке к жертвоприношению то это абсолютно четкая процедура приготовления блюда кулинарные рецепты что нужно делать конкретно с исходными составляющими чтобы получить в итоге вкусное блюдо абсолютно то же самое еще вопрос можно только догадываться ну по крайней мере то что в любом случае это конкуренция была но вы еще говорили там какие-то над ним еще были более главные боги которые были предыдущие боги предыдущие куда они девались ну мерли это называлось ушли на небеса у нас же тоже уходят люди на небеса как помирают становятся небесными богами все очень просто другая цивилизация я же не говорю о сверхъестественных богах я говорю о представителях другой цивилизации которые возможно жили тысячелетия как это рисует нам древние легенды и предания но при этом все-таки были смертными они убивали друг друга пожалуйста тоже проблем не было и среди богов как понимаем у тебя была подряд что кого вы в каждой территории ну да вы кстати религия Яхве это впервые была религия когда люди были брошены на передел влияния богов потому что что такое считалось язычество даже римляне завоевывая другие страны они оставляли местное поклонение местным богам потому что господствовал принцип что землю поделили между собой боги и не людям менять это распределение вот религия Яхве первая нарушает этот подход еще вопрос да толковых нет бестолковый не хочу говорить нет почему не первый передел переделов было много до этого но вот та же самая война богов выходит по хронологии гораздо раньше то есть если мы возьмем события Яхвы да то это здесь идет подминание все под себя война богов сводилась к смене принципа опять же перехода от прогрессорства к слепой вере там да часть-часть была истреблена но не знаю по крайней мере вот по сооружениям опять же даже на территории той же Турции то что Алла-Джиху-Юк и в Перу там не видно попыток восстановления то есть боги после разрушения тех территорий сооружения на тех территориях они не пытались их восстанавливать если в Египте мы видим массу примеров восстановления то там нет то есть такое ощущение что там они настолько там друг друга повырезали что в общем своих территорий хватало не до чужих было да давайте просто оплатили отъем у нас боговый имя и всех этих названий не помню точно была работа нашего благослового 1812 года по-моему на и где вошли в дерево когда они превратили все эти имена собственные рассуждения на эту делу я бы и все остальные подлепичатые что из этого имена что из этого просто ипичатые ну то есть это все было принято а вот вы сказали что энергия направлена в сторону образа именно мы представляем определенный образ как-то прямо для дескотства мы управляем диванность вот тот образ смея который сейчас доминирует в нашей силе цивилизации всем известный даже вот он не положено умение привлекать наше депритивение связанное с этим это энергия привлекает все что угодно и мы вкладываем ее куда угодно вот куда мы будем вкладывать мы как бы сознательные существа хотим мы вкладывать ее в одно так вложим в одно если говорить об образе змея то на самом деле образ змеи это образ дракона по древней мифологии образ дракона это нам скажем по вариантам нет на самом деле это не это фактически не по какой-то версии на самом деле реально по мифологиям совершенно разных народов происходит фактически отождествление одного с другим не различается змея дракон если мы говорим о змее то это не змея а именно змей или змей а есть же версия о том что сами вот эти боги то есть вот эта высоко развитая цивилизация они сами получали знания от некой расы змеев драконов то есть их цивилизация обучала не гуманоидная цивилизация нет то что мы сейчас все вкладываем я вам показал на примере баала что можно вкладывать прямо противоположные вещи тому что было поэтому сейчас это образ стороны проигравшей войне богов соответственно добрым кто себя и хорошим представляет победитель побежденный всегда злой плохой враг вот и все вот это вложим в наше сознание вложено уже вот это вы уже обманули что раньше людей получается отвели от истинных знаний к слепой вере вот вы сказали только что то получается сейчас вот наши учебники которые говорят о древней истории получается происходит то же самое вот как сторонники официальной версии как они относятся к вашим материалам ведь то что вот ваши материалы которые ваша передача уже просто не вызывает сомнений что нужно обязательно включить другие знания сторонники естественно относятся негативно сторонники официальной версии но даже люди которые получают профессиональное образование и археологов и историков уже ко мне обращаются и готовы помогать но негласно вот ну постепенно зреть на самом деле вот я просто чувствую на протяжении последних 10 лет назревает да назревает потому что реально академическая наука у нас сейчас занимается чем? замалчивая вот это сходство например Турции с Перу да они что делают? они продолжают ту же самую установку Моисея они затаптывают информацию реально но это же даже уже смешно почему они не хотят? вообще не смешно подождите но мы выросли в какой культуре? мы выросли в христианской культуре реально как бы у нас это способ управления людьми как и любая религия поэтому почему вот сейчас когда уже те данные которые есть почему они вот просто игнорируются? вот неоднократно вы упоминали это человеку очень тяжело поменять точку зрения крайне тяжело а то что касается общественного сознания когда мы говорим об академической науке это уже не сознание индивида это уже сознание определенной когорты людей там то что называется корпоративный дух корпоративный интерес или цеховый интерес эти вещи вообще самая консервативная вещь изменить ее крайне тяжело поэтому когда это перемолится любая доктрина вымирает только со смертью носителей исключительно спасибо я не призываю никаким ассистемистов вы из науки занимались космическими я полный инженер когда-то не в тюгазной науке занимался просто я помню что это самое простое объяснение у девушек когда создана школа научная когда вложены большие средства и все прочее в степени кандидатские докторские никто не откажется даже если он уже заведомен альтернативщики есть и в геологии и в математике есть и в физике они везде есть везде есть официальные доктрины это просто общий стиль человеческого сообщества это получается уже не официальная доктрина это уже получается специальное замалчивание вот тех источников мало того что Ватикан они же все они специально не предоставляют информацию Ватикана работа такая вообще извините ну да это прямое отношение это и есть собственно говоря отражение событий войны богов это вот уничтожение врага злого плохого это все оттуда взят мы же вы понимаете если если посмотреть вообще на все религии на религиозные системы то мы на самом деле имеем никаких новых религий не возникало как таковых не было вот что в этом регионе что в этом регионе события это были одни и те же просто те кто рассказывал про эти события называли разных там персонажей разными именами одних и те же персонажи разными именами какой рассказчик новое имя чуть-чуть меняется там детали истории но суть событий это все равно одна и та же имеет конечно те же самые прямые параллели там есть только у нас сейчас пытается там как можно удремить этих славянских богов но славянские боги если скажем так ориентироваться на легенды и предания германские которые имеют очень много схожего с нашими дату ну которые зато были были хорошо прописаны более надежно там им это описывается событие уже после войны богов уже достаточно поздний период там например нет периода цивилизаторства там войны богов как таковой даже нет есть кое-какие отголоски там описание событий потопа и все то есть там кусок вырезан уже тоже я не знаю я не столько силен славянской мифологии ну я не возьмусь утверждать ни за ни против такая китайские драконы драконы это одни из существ которые принесли цивилизацию на землю и собственно небесные драконы это один из цивилизаторов вообще китайской китайской цивилизации один из создателей китайской цивилизации да вы что-то хотели спросить что упоминание о вот этих механических инструментах высокотехнологичных нигде нет но вот в одной из передач но это не ваша передача другие называется она технологии богов древнее открытие там пытаются реконструировать вот этих вот эти технологии я не могу как рассказать что нигде не упоминается она наверняка упоминается скорее всего индийский текст упоминается там куча оружия упоминается там к минимум 20 видов оружия массового поражения упоминается самого разного там по по воздействию там если погодное оружие и какой-то есть есть посохи есть вот я мизуза упоминал есть в той же уйдейской традиции это то что они там на руку вяжут и переделывать на голову это это все тоже высокотехнологичные устройства нет а вот это все таки вот более конкретно опять там приводили пример что в трудах текстах плиния там действительно было упоминание о первой вот этой вот механической пиле и они пытались еще показать как это все вот раз как твердые породы они распиливались вот и вот то что то о чем вы говорите да это скорее всего больше ну все равно в области мифологии да что это как-то не существовало а вот у плиния у него была как раз таки подождите я показываю фотографии с конкретными следами как он не существовал существует поезжайте пощупайте посмотрите это понятно да то что вы показываете там уже по сомнению не вызывает ну вот опять же со стороны официальной версии да вот официальная история которая ну как она не хочет не хочет не хочет это ее проблемы не 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 мои войти и не ваши это у вас есть возможность выбора вы можете выбирать какая версия вам раз я общество сторонник того что вот как технических дисциплинах не может быть одной единственной теории должно быть несколько теорий а уже жизнь потом покажет и практика покажет какая из этих теорий лучше описывает реальную действительность даже любая теория несовершенна даже самый-самый казалось бы правдивая поэтому пускай и существует версия атлантов там поля контакта пускай существует официальная версия тени толка и развития от простовых сложных пускай они существуют ради бога естественно будут сторонники у того у того в этом нет ничего страшного я наоборот как раз за то чтобы они сосуществовали пускай будут на термическую нет на то что камень доводился до состояния пластмасса пластическая до пластического состояния встречалась но мы не знаем ни физических не химических основ этих процессов сексуэмон тот же самый линтон тамба там есть такие следы да давайте девушки будете отвечать после того как люди за пуза закончили издавать вопросы еще раз у меня слышите да вопрос у вас есть ко мне вот то что вы рассказывали напомнило мне немножко из персидской типологии вот как раз некий момент очень таки серьезные пересечения и вот такой вопрос а вот вильзелу и баала знаете есть масса литературы по этому поводу до вильзелу считается один из имен баала там повелитель мух и вот там есть много много ассоциативных разных цепочек ну собственно как бал объявлен дьявол так и вильзелу объявлен дьявол христианской религии сделал все очень просто она там католицизм особенно массу римских богов превратила в святых там есть целая отдельная работа несколько несколько десятков этих богов переведено и в разряд святых они сохранились праздновать такие же остались ну адаптируют переделывают меняют на прямо противоположные черты персидская мифология построена прежде всего на мифологии междуречия все корни и там междуречия это та же самая мифология что и анатолия что и я была та же самая то есть что их она она одна и та же еще раз говорю везде описываются одни и те же события как вы считаете это некий общий архетип или это какая-то средь богов с какой-то выскочастотной энергией яхве чаще всего упоминается в качестве облака или огненного столпа огненный столб запросто можно ассоциировать с прожектором этого ночи днем это облака размытый там скажем разума размытому если вы возьмете него на дальнем расстоянии вас получит такого то бучка вот и все а ну здесь гроза ни при чем я не вспомнил упоминание что и речь идет о грозе бог может поразить он один остался в него все в руках но мне тоже в его руках он может поразить но ветхом завете нет упоминаний яхве с молнии в руках нет такого этого откуда из других источников уже взяли есть такое упоминание о некой технологии бога вероходчик который обладал небесным огнем и при обработке этим момент попадание этого огня камень камень меня свои свойства и превращался потом можно было с ним наделать то есть может быть вот в этом есть какая-то разгадка огромных блоков то что касается изложения есть несколько вариантов легенды преданий к пластическое состояние померить основной совершенно использовалась жидкости как у него что касается скажем вы поймете простая штука начинаешь донасов детали там правило обнаружить простая вещь если просто огнем и высокой температурой воздействовать на тот же самый гранит на заме и не говорится просто выгорает для того чтобы они начали плавиться нужно это воздействие производить без кислородной среде это наше современное познание практически дальше мы сможем строить какие угодно догадки эти меня всегда интересует хорошо вывод возьмем то что озвучил хэнкок куда мы дальше продвинуться никуда здесь самое главное суть в том что камень изменял свои свойства и стерять свой вес есть другие предания есть предание то что вес меня с воздействием звука мы сейчас это пожалуйста делаем лабораторию на атерозвуке подмешиваются предмета нет проблем там есть левитация нормальная просто там у вас выяжли мы пока как сабонитой палочкой отвлекаемся гидроэлектростанцию над построить выходи до начала скоро начнем камеру а участвующие звука почему мне я не вижу физика это не запрещает еще есть вопросы андрей не очень трудно вопрос немножко в сторону все-таки при нашей жизни есть возможно без китайских пирамид набраться что же мои господи там преследуют да нет ради бога собираетесь доезжать я так не говорил они еще не раскопали только археологические раскопки естественно доступ да нет ну что есть сайт пирамидс точка компом наберите в поисковике максим яковенко он сейчас перевел опакал весь сайт сделал более удобную навигацию человек с владивостока только у этих китайских пирамид 2 раза 4 смотрите все материалы интересуют подробности можете связаться с ним очень отзывчивый парень хорошо вам все расскажу я предпочитаю возить съемочную группу чтобы это не было самопознание знаете мы с познанием чисто для себя мне интересно всегда набрать материал чтобы потом все можно было сделать что-то здесь мне просто даже при спонсоре не нужно показать конкретный результат не саму разобраться в вопросе а вы это гора а там не нечего брать результат там просто стоят холмы правильной формы поросшие кустарником и травой вот просто надо элементарно раскопать вот в турции начали копать вот может быть там палец участного открытия а в китае начали с гораздо меньше поэтому когда там что начнется начну действительно находить практика показывает 20 30 а он рассказал кое-нибудь служить помогает таскать ковчег завета и скинем нормально это кастовая сведения кастовости и права стена но в общем нужно вводить какие-то страты если хочешь обществом управлять то есть вопрос и начали должен быть первосвященник самый главный и там вы начали от этого никуда не деться проще вести такие ограничения все ну да нет регулярных нет там там если там там сейчас поднимается волна потому что вот но у нас с вами ездил архитектор маша дедакова считана пальбек очень сильно интересуется она нашла уже закрытые материалы по последним пробным раскопкам там уже начали археологи озвучивать версию о том что платформа вальбека древние и уже есть призывы потому чтобы саму платформу храма юпитера начать раскапывать компания за это идет там есть некий лохман немец который пропагандирует эту точку зрения и он же кстати начал озвучивать уже позже нас что эту версию что схожа архитектура с то что он называет геродианской кладки собственно стена вокруг храмовой горы за ней тоже признают официально ожидаемо сколько он гнёт туда да и кричи что мы так что возможности аукции вот в одной из передач вы говорили что под храмовой горой возможными дуться какие-то там работы непонятно не может информация нету у меня нет доступа представители мусульманской обещаний поэтому непосредственно храмовой горе там хозяин хозяйничать мусульманской там не строить мечеть а что мы там делали нет агера естественная гора на которой найден остатки поселений все больше ничего эти остатки поселений сфотографированы с удобного ракурса или в целях выкачивания ресурсов все это дело просто распиарено как пирамида у нас осмоладжич который занимается этим пиаром который объявил пирамиды был на каэрском семинаре позапрошлом году он честно нам там честно признался горы фантазии мухашева просто ну или тушь и ретушь фотографии вот там это тоже нет есть человек у нас ну можно сказать из новых русских мысках успешных бизнесменов которые ездят на тибет уже за этого шестнадцать раз в год модельница делать шикарнейшие фотографии пускай фотоальбомы в изумительном количестве я просто видел эти фотоальбом хотя они там ограничены тиражом вот так вот они осыпаются еще я не занимаюсь вопросами аномалий занимается космопоиск но мы имеем отношения Например, к Неве Дикареву или Ивану Грозову. Наверное, у него какое-то отношение. Но точно так же и там. Оно есть точно, получается, что кто-то прилетел, а здесь... Я, примерно, с такой версией. Да, я тоже. Скажите, предполагается какое продолжение вашей книги? Какие-то ваши мысли с момента? Я, извините, как... Идея невозможно заставить родиться. Она рождается сама. Это творческий процесс. Да, оно зависит от материала, который мы набираем. Можем вам как-то корректировать, организующие линиции в какие-то места. Но поездили по Ближнему Востоку. Собственно, я вам сегодня рассказал о содержании книжки, которую я на следующей неделе сдаю издательству. Что в следующей роднице, я не знаю. Будет это развитие монетарного строительства. Это непредсказуемое вещь. Вот скажите, за это время, как вот начались первые передачи, сколько прошло лет, вот вы как ощущаете, вы продвинулись вперед? Или как-то замедлился? Не сравнено. То есть сейчас и продолжается вот это движение? Сейчас мы уже ушли просто в детализацию. То, что я озвучиваю на конечном семинаре уже второй год в подряд. Хватит разговаривать. Была древняя цивилизация, не была. Мы существование этой цивилизации доказали. Более того, факты, которые, в смысле, свидетельства, которые подтверждают существование этой цивилизации, они найдены. Это факт. Факт уже не требует доказательств. Он просто есть. Он требует объяснения. Мы уже давно перешли к объяснению. Перешли к объяснению, к поиску технологий, с которыми мы столкнулись. Колоссально. Вообще просто изменение вектора капитальное произошло. Как снежный ком начинает расти. Ну, сначала у нас была задача вообще информации набрать. Потому что был жуткий дефицит информации о том, что есть реальность. Приходится, вот самое тяжелое, на самом деле, не найти новую информацию. Самое тяжелое, побороть, и от побороть версии, которые высосаны с пальца. Но распряли. И представляют из себя шелуху. На самом деле. Там, что версия там с полной землей, что там с 12 планетой. Блин, толдычи, что с бетоном, что пирамиды с бетоном построили. Ну, бесполезно. Только кому, говорите, что? Люди тратят время, отвлекая свое время не чужое, на то, что уже давно понятно, что это не может быть. Вот это сильная вещь помешающая. А так развитие придет. Пожалуйста. Каждый год что-нибудь новое. Скажите, при Львуусе до пирамиды или нет, потому что здесь лекции было не давать. Я считаю, что нет. Не пирамиды, даже вообще не искусственные сооружения. Просто естественные вещи. Я видел много материалов. Я видел, например, я снимал в РЕН-ТВ, и видео, и фото, и милые. А тоже в Басейке, и в Редисанке. Ну, в Кабардино-Балкане. Смокольский. Да. И меня не убедила ни одна фотография, ни один кадр. Я не вижу там признаков вообще обработки Кабардино. Я вижу, просто расколовшийся скал, снятый с лунного ракурса. Вот и все. Все? Да, извините, у нас время уже закончено. Как на территории России выкинуть следы? Пока не знаю. Мне пока не здесь. Пока все, что трубится, просто естественно произойдет. Извините, ребята, там вообще зал надо в порядок говорить, так что мне хочется от вашей репетиции. Вот я благодарю Андрею Скидорову и большое безопасность в этой территории и в этой территории. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ